Мы вот восстановили эту русскую печь, на которой Зимфира Степановна в детстве грелась. 40 лет Зимфира Степановна Титова не переступала порог своего родного дома. Эмоции не сдержать здесь все, как и многие десятилетия назад. Русская печь, скрипка отца, яркая кремлевская башня, обеденный стол, за которым собиралась вся семья. Я очень тронута. Говорю, что все это сохранили. И мне даже очень трогательно все. Здесь ходила, здесь вот спала, лепечки тоже спала, здесь училась, жила, росла. Здесь Зимфира Степановна прожила от рождения до переезда семьи Титовых в Москву. С братом Германом была существенная разница в возрасте. Целых семь лет. Общих интересов мало, но они были. Мы там картошку сажали, окучивали ее, потом выкапывали, когда она уже вырастала. И на костре пекали картошечку. Весь интерьер сотрудники музея воссоздали по ее воспоминаниям. Сегодня дом посещают многочисленные гости. Они имеют возможность своими руками прикоснуться к космической истории. О полете в космос своего гир родные узнали непосредственно в день полета. К дому, где проживал Герман Степанович, стянулись соседи и все вместе. С этого телевизора с символическим названием «Старт» начали наблюдать, как их земляк на корабле «Восток-2» стартует к звездам. Ночью, естественно, они не спали, все выходили, смотрели. Может, уехать где? Больше суток на орбите, 17 витков вокруг Земли, 700 тысяч километров. Герман Титов отправился бороздить просторы Вселенной 6 августа 1961 года и навсегда попал в историю мировой космонавтики, как первый человек на планете, совершивший длительный полет. При мне полетел Гагарин, полетел Титов. Я помню те события, какое было чувство радости, восторга. И всем хотелось попасть туда. Но попасть туда могут далеко не все. На три места 20 тысяч человек, рассказывает герой России, летчик-космонавт, который осуществил два космических полета общей продолжительностью больше 300 суток. Кстати, Герман Степанович, а точнее его книга «Голубая моя планета» косвенно повлияла на выбор жизненного пути Андрея Борисенко. Это была первая книга, которая попала мне в руки. Книга, написанная космонавтом. Я тогда был ребенком. Вот с этого началось для меня, наверное, знакомство от первого лица с космонавтикой. А сегодня с космонавтикой и нашей «Голубой планетой» и алтайских школьников и студентов знакомит сам Андрей Борисенко. Вопросов море. У вас были ощущения, когда шли в космос? Когда, наверное, не вышел в космос, а вышел на орбиту вокруг Земли, да? Я правильно понимаю. Восторг. Восторг. Вот совершенно бешеный, дикий, я бы сказал, щенячий, что ли, восторг. Щенячий восторг от невесомости и красоты из окна иллюминатора мечтает испытать каждый. Но в ряды космонавтов попадают исключительные люди. Но мы с вами можем только мечтать и о тех временах, когда полеты на орбиту Земли станут возможны в рамках туристических путешествий. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.